Сегодня я расскажу про правила денежного потока и начнем мы с игрового поля. Игровое поле состоит из двух частей. Первая часть – это малый круг. Называется малый круг или крысиные бега. И этот малый круг делится на некоторые сектора. Дальше идет большой круг. Это называется большая дорожка. Начнем с малого круга. И если вы видите у себя сектор, расчетный чек. Что такое расчетный чек? Это наша жизнь от зарплаты до зарплаты, 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 от зарплаты до зарплаты и пока не надоест. Это некие крысиные бега. Когда мы ходим на работу, получаем некоторую заработную плату, занимаемся бизнесом, получаем какие-то дивиденды и так далее. Дальше есть сектора возможностей. Крупная и мелкая сделка. Если вы попадаете на сектор крупная или мелкая сделка, у вас есть на выбор две карточки. Либо крупная сделка, либо мелкая сделка. Крупную сделку я советую брать с 6 тысяч долларов. Когда у вас в кэше есть 6 тысяч долларов, я советую брать крупную сделку. До 6 тысяч долларов я советую брать мелкую сделку. Как правило, что находится в мелкой сделке? Это акции. Смысл акции, все понимают смысл акции. Купить подешевле, продать подороже. Соответственно, если вы вытягиваете, например, карточку, мелкую сделку, например, акции OkFuDrag, сегодняшняя цена 10 долларов, пределы колебания 5-40. Я, скорее всего, советую брать эту сделку, потому что, скорее всего, на рынке они будут стоить гораздо дороже. Дальше. Крупная сделка. Я советую ее брать с 6 тысяч долларов. И, как правило, здесь уже недвижимость, предприятие, бизнес, автомойки и так далее. Например, дом на продаже, 3 спальни, 2 ванны. Цена 75 тысяч, первоначальный взнос 7 тысяч, денежный поток плюс 300. Что значат эти цифры? То есть сам объект недвижимости 3-2, это 3 комнаты, 2 ванны, он стоит 75 тысяч рублей. То есть это технология Роберта Киасаки, чтобы не покупать за наличные полностью объект недвижимости, а взять его заемным рычагом, например, кредит в банке. И, соответственно, первоначальный взнос, вам необходимо внести только первоначальный взнос. Несмотря на то, что объект стоит 75 тысяч долларов, вам необходимо взять первоначальный взнос 7 тысяч долларов. И этот объект недвижимости вам будет давать плюс 300 к пассивным доходам. Дальше. Есть сектор, называется как всякая всячина. Всякая всячина – это розовый сектор, так как в жизни называется не хотелось, а пришлось. То есть вы от этого сектора отказаться, нет возможности от него отказаться. Например, купите новые музыкальные компакт-диски, заплатите 100 долларов. То есть от этого сектора всякая всячина отказаться невозможно. Дальше. Будет сектор рынок. Есть сектор рынок. Что означает рынок? Рынок означает, что ту недвижимость, которую вы покупаете во время игры, вы можете ее продать. Например, вам предлагают 65 тысяч за доходный дом 3 дробь вторых. То есть у вас есть возможность ту недвижимость, которую вы купили в игре, ее продать, за это получить кэш, и эти деньги пустить, например, либо на акции, либо на дорогостоящую недвижимость. Понятно с рынком? Дальше. Сектор. Сектор ребенок. В игре это называется, ой блин, да зачем он мне нужен, у меня в жизни еще 5. Но вообще дети это счастье. Поэтому мы все стартуем без детей. Когда мы в клубе миллионеров будем играть по своим карточкам, мы стартуем уже с количеством детей, которые есть в жизни. Пока мы стартуем, у нас детей нет. Дальше. Увольнение. Увольнение. Если вы попадаете на сектор увольнения, то вы выплачиваете банку. Выплачиваете банку. Ведущие это и есть некие банки, банкоматы. Я их называю тупые банкоматы. В том числе и я буду стоять там, тупой банкомат. Я подсказывать не буду, если вы пропустили, например, месячный денежный поток. Но тем не менее, вопросы мне можно бы задавать. Дальше. Если вы попали на сектор увольнения, вы банку выплачиваете сумму общего расхода. Сумму общего расхода. Опять в карточке. Вот ваш общий расход. Сумму общего расхода. И два круга пропускайте. То есть вы два круга не кидаете. Дальше. Если вы попадаете на сектор благотворительности. На сектор благотворительности что позволяет сделать благотворительность? Если вы благотворите, это по желанию. Благотворить можно 10. Не можно, а условия игры. благотворить 10% от суммы общего дохода. То есть мы игру начинаем с одной кости, и благотворительность позволяет кидать три круга по две кости. Соответственно, что это позволяет делать? Это позволяет чаще проходить месячный денежный поток. Вот здесь еще недорассказал, когда вы попадаете на сектор месячный денежный поток, прямо на сектор попадаете, либо проходите его, вы просите у банкомата месячный денежный поток. Расчетный чек, либо месячный денежный поток, попросите расчетный чек. Таким образом, простыми словами, это тот доход, который у вас есть в жизни каждый месяц. Как можно выбраться с крысиных бегов, выбраться на большой круг? Есть только единственный способ, когда ваш пассивный доход, если мы смотрим в карточке, ваш пассивный доход превышает сумму общего расхода, тогда вы выходите на большой круг. Как это в жизни? То есть, когда ваш пассивный доход перекрывает все ваши расходы, тем самым вы живете на пассивный доход. теперь давайте перейдем к самой карточке. У вас у всех вот такая есть карточка. Это самая простейшая ведомость личных доходов, расходов. Она состоит из нескольких секторов. Это ваши общие доходы. Соответственно, доходы и напротив него есть общий доход. Есть графа расходы и есть общий расход. Есть активы и есть пассивы. Если что-либо меняется в графе доходы, то соответственно меняется ваш общий доход. С этим понятно? Если у вас что-либо меняется в сегменте расходы, у вас сразу меняется общий расход. Что такое месячный денежный поток? Это ваши доходы минус ваши расходы, получается это и есть ваша дельта. То есть месячный денежный поток – это доходы минус расходы. Соответственно, если что-либо у вас поменялось в вашей графе доходы, то соответственно меняется месячный денежный поток, потому что поменялся общий доход. Если что-либо меняется в расходах, меняется общий расход и соответственно автоматически меняется месячный денежный поток. Если у вас родился ребенок, то соответственно вы ставите количество детей один и вот здесь выплаты на детей, вы ставите ту сумму, с которой вы начинали. Соответственно, ваш месячный денежный поток уменьшается на сумму расходов на детей. Дальше, что такое активы? Активы, я всегда говорю, что мы отходим от классического бухгалтерского понимания, что такое активы. Здесь в институтах преподавали в России всегда, что активы – это все, что имеет балансовую стоимость. По мнению Роберта Киасаки, я склонен придерживаться такого же мнения, активы – это все, что приносит деньги нам в карман. Пассивы – это все, что забирает деньги у нас с кармана. Сбережения. Сейчас мы все стартуем у банкомата, у банкомата просим сумму месячного денежного потока плюс сбережения. Сбережение плюс месячный денежный поток и у своего банкомата вы просите эту сумму денег. После этого сбережение обнуляется. После этого сбережение обнуляется. Что еще? Да, банки могут давать кредиты, кратно тысячи долларов под 10%. Соответственно, если вы берете в банке кредит, например, тысячу, вы берете в банке кредит тысячу, то вы вот здесь в карточке внизу, где банковские кредиты, записываете тысяча долларов, вы взяли кредит и сколько вы платите под 10%? 100. Соответственно, вот здесь выплаты по банковским кредитам ставите 100 долларов. Вот здесь пишите 100 долларов и, соответственно, ваш общий расход увеличивается на 100 долларов и месячный денежный поток сокращается на 100 долларов. Понятно с кредитами? Я советую максимум заниматься спекуляцией. Пускай сегодня это называется спекуляция, в жизни это называется объединяться в партнерство и так далее. Смотрите, очень простой пример. Например, я работаю на фондовом рынке и кто-то из вас говорит «Слушай, Александр, как фондовый рынок?» Я говорю «Все отлично, все хорошо». «Слушай, ну подскажи хотя бы одну бумагу, с небольшой суммой хочу попробовать зайти, подскажи хотя бы одну бумагу». В жизни такое возможно, нет? Нет. Ну или не ко мне, или вот к Алексееву подошли и говорит «Слушай, покажи там 2-3 бумаги, чтобы я там хотя бы начал как-то выходить на фондовый рынок». То же самое и в игре. Если, например, кому-то из вас выпадает карточка «Мелкая сделка», «Мелкая сделка», выпадают акции компании «Окфую Дракс», сегодняшняя цена 10 долларов и вы понимаете, что эти акции возможно продать за 30 долларов, за 40 долларов, вы можете же объединиться и спросить тому участнику, кому досталась эта карта «Слушай, продай мне эти акции, а я тебе за это заплачу вознаграждение, например, 50 долларов или 100 долларов». Такое в жизни возможно? Поэтому я советую в игре здесь заниматься максимальной спекуляцией. Дальше. Если кому-то выпадает крупная сделка и у него нет наличных денег на эту сделку, например, дом 3 спальни, 2 ванны, первоначальный взнос 7 тысяч и вы видите, что у человека нет этих 7 тысяч и он готов отказаться от этой сделки. Либо сам человек может предложить, ребят, кому продать эту сделку, например, за 500 долларов. В жизни такое возможно? Вы предложили сделку, вы другому участнику помогли приобрести эту сделку, выгодную сделку, потому что у вас не было наличных денег на эту сделку, тем самым вы получили еще и некое вознаграждение. Когда вы эту спекуляцию, давайте условно спекуляцию будете здесь в игре максимум применять, то когда вы выходите за большие ворота, тогда начинается поступать вам возможность, тогда начинаете объединяться, тогда начинаете запускать совместные проекты. Я это наблюдаю уже последние 3 года, то есть через тех участников, которые проходили через клуб миллионеров. То есть когда вы начинаете замечать, и в этом случае фокус внимания уже будет не на то, чтобы сижу в карточку и думаю, как бы мне выиграть или как бы выбраться на божий круг, а вы уже начинаете замечать, что происходит в жизни, что происходит за вашим столом, что происходит с деньгами, например, среди участников за вашим столом. Слушай, давай объединимся, давай продадим, кому нужна карточка, кто хочет приобрести акции. Понятно, что такое спекуляция? Поехали. Дальше кидайте кубик, каждый кидайте кубик, у кого больше, тот начинает ходить. Дальше кидайте 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 кид Продолжение следует...